Видите что? Запах канализации на весь двор. Настолько сильно в этот раз затопило колодцы 139-го дома на улице Ломоносова. Уже месяц люди вынуждены жить в таких условиях. Уже окна невозможно открыть. С той стороны дома начинает пахнуть с улицы, не только с подъезда. Антон Пастухов опасается, что с приходом тепла зловонный запах только усилится. По словам жителей, они уже неоднократно обращались в управляющую компанию. Уже невозможно. Запах стоит канализацией. Затопило подвал. Никаких действий не производят. Ничего не чистят. Обращались в нашу компанию. Там, говорят, сделали заявку в БВК. В БВК никто не едет. Дальнейших действий никаких. Чтобы разобраться в ситуации, мы тоже обратились к коммунальщикам. Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Юбилейная». Ну, подвалы топит из-за того, что БВК не чистит свои коллекторы, линии. Свои инженеры не чистят. Неоднократно им посылали заявки, что у нас колодцы на подпоре. Они наши колодцы не прочищают. То есть наши сети, если бы не работали, то колодцы бы были пустые, а подвал бы у нас все бежало. А тут получается наоборот. И в подвал бежит, и колодцы полные. Выяснилось, что заявку на устранение потопа коммунальщики отправили в Березняковскую водоснабжающую компанию еще 3 марта. Однако работы до сих пор не сделаны. По улице Ломоносова, 139, бригада цеха сетей канализации выезжала 13 февраля. По сетям БВК проблем не обнаружено. Стоки от жилого дома отводились в нормальном режиме. Новая информация по наличию подпора или засора по данному адресу принята в работу и требует проверки, которую мы произведем в ближайшее время. Оказалось, что все-таки БВК ответственны за устранение подпора на внешних сетях дома. Сегодня после обеда на место выехала бригада водоснабжающей компании. Специалисты прочистили колодцы. Остается надеяться, что ситуация не повторится, а жители дома смогут наслаждаться запахом весны. Ирина Федорова, Кирилл Геранцев, Никита Игнатьев. Наши новости.